Виталий Шишов Слушай, я снова в цветовой гамме по Стендалю, да снова будут слитые голосовые сообщения, в которых правда. Меня зовут Игорь Тур и я дополню тему. Очень коротко о сути. Накануне гражданин Беларуси Виталий Шишов в одном из скверов Киева был найден повешенным. Вроде как вышел на пробежку и пропал. Полиция заявила, что будет отрабатывать версию предумышленное убийство, замаскированное под суицид. Но позже на брифинге было все же заявлено, что основная версия именно самоубийство. Так как на теле Шишова обнаружили разве что пару царапин и никаких следов борьбы. Кто такой Шишов? И это очень важный вопрос, с учетом того, как дальше развивались события. Переехал Виталий в Украину осенью 2020-го из Гомеля. В эпицентре протестов в Беларуси, то есть в Минске, даже не был. Скажу как есть. Кто такой Шишов? До этой недели белорусские госсми, равно как и зрители, знать не знали. Он не был каким-то лидером протестов, не был рьяным радикалом, не выделялся ничем. Такой же, каких сотни в Беларуси и сегодня. Ну ходил и ходил на митинги, бог с ним. Но в Киеве Шишов стал работать в организации под названием «Белорусский дом в Украине». Я сейчас делаю намек. Странное совпадение, что в организациях на денежных потоках, белорусские дома в Украине и Польше, Байсол в Вильнюсе, работает много выходцев именно из Гомеля. Там сейчас коллеги работают с особым пристрастием. Чем занимался Шишов в белорусском доме в Киеве? Видимая часть работы простая. Помогал релокантам, контактировал с диаспорами, организовал акции против белорусской власти. Неприятно, но терпимо. Ничем выдающимся Шишов не занимался. Но сразу после того, как нашли его тело, все оппозиционные ресурсы при поддержке радикальных украинских и псевдодемократических европейских мгновенно начали раскручивать тему, что Шишов стал жертвой режима Лукашенко. Его ликвидировал всемогущий белорусский КГБ. Никаких доказательств этому нет. Но когда им вообще нужны были доказательства? И вот уже к вечеру вся эта истерия привела всех в единственно возможную точку кипения, которая и стала поводом моего дополнения. Акция накануне у посольства Беларуси в Киеве. Ось бачим, что это девушка, громадская дружина Виталя говорит. Давайте послушаем. Чтобы все поняли, что мирно у нас ничего не получится. Только если мы объединимся и возьмем оружие в руки против них. Это единственный вариант, при котором мы сможем победить этот режим. Мы снова видим эмоциональную девушку и снова слышим призывы из Украины взять оружие в руки и бороться против нас. Еще раз. Шишов, да простят меня его родные и близкие, не представлял никакого интереса. Но из него за день сделали сакральную жертву. Вопрос. Кто сделал и зачем? А теперь чуть подробнее об организации «Белорусский дом в Украине», которая была создана совсем недавно, осенью, после протеста в Минске. О таком же объединении в Варшаве в интервью Маркову рассказывал Протасевич. Там «Белорусский дом в Польше» – это фактически контора по отмыванию денег и распределению их в нужные руки. В них, то есть в нужные руки, попадали миллионы долларов, выделенные фондами и грантами на якобы борьбу за демократию в Беларуси. Одни денег якобы дали, другие якобы приняли. Реально тем, кому нужна помощь, бросили крохи, остальное распилили между собой. Есть основания считать, что в Белорусском доме в Украине было то же самое. Но не только. Вот эту девушку зовут Анастасия Хомич Базар. Это двойная фамилия. Она тоже после августовских событий уехала из Беларуси в Украине, занималась тем, что сейчас модно назвать активностями. И она действительно активна, со многими знакома, со многими сотрудничала, вела протестные телеграм-каналы и так далее. Пересекалась она и с Белорусским домом в Украине. Анастасия, я надеюсь, что после этого эфира у вас будет все хорошо. Но вам нужно позаботиться о своей безопасности. Лучший вариант – вернуться в Беларусь. Потому что в этой рубрике мы покажем одно ваше голосовое сообщение о Белорусском доме в Украине, которое вы записали в январе. Его уже показывали в марте наши коллеги на СТВ, но сегодня эти тезисы заиграли новыми красками. Голосом запишу, потому что много писать. Короче, история такая, что ее создали Алена Толстая, это еще БНФ-овка такая, то есть оппозиция того времени, 2000-х или раньше даже, с кем-то. И по легенде она заболела коронавирусом, дала свой телефон, и этот кто-то, с кем она создала, забрал у нее доступ и, собственно, ее турнули, захват произошел. Но проблема в том, что потом Белорусский дом связался с Боцманом. Если ты знаешь, кто это такой. Вокруг Боцмана и вертится вся история и с домом, и с Шишовым. Боцман – это псевдоним, как и Малюта. Обоими именами представляется Сергей Коротких, неонацист, воевал на Донбассе в составе батальона Азов, ультраправых взглядов. Позже был начальником отдела охраны объектов стратегического назначения МВД Украины. И это очень важный факт, запомните его. И теперь послушайте продолжение рассказа о том, как Коротких, он же Боцман, он же Малюта, захватывал белорусский дом в Украине. Короче, это человек, который родился в России, жил в Беларуси, приехал сюда воевать на стороне Украины, за это ему Порошенко дал паспорт, как потом я узнала, что Порошенко не хотел, но Аваков настоял, Аваков, министр внутренних дел, ну короче, вояка. Ну и между нами, по информации анархистов, это наемник Авакова, он занимается очень нехорошими делами, вплоть до того, что анархисты говорят, что он даже со своими молодчиками убивали бездомных людей. Вот. Ну и это, конечно, такая стрёмная, он ультраправый, он набирает себе таких же головорезов. Вот. И в какой-то момент вот Белорусский дом вроде бы как подмял Боцман под себя, от этого начали открещиваться все другие организации, типа, с Белорусским домом вообще никак не контактируют. Плюс была ситуация на марше, который организовали, большой марш белорусский, когда с марша, ну, выгнали парня, который был до этого на прайде, со словами, типа, что не знаешь, что это за марш, типа, это марш правых, типа, валяйте ударь, никто тебя побьет. Вот. Ну и девушка одна писала, которая была на марше, что, типа, ходила на все марши белорусские в Украине, типа, в этот раз какой-то капец, как будто бы я попала в стадо тихарей белорусских и бандюгов. Ну, потому что там было много вот этих. Такие вот дела. Добавлю. Министр МВД Украины Арсен Аваков, возглавлявший ведомство с 2014 года, подал в отставку 13 июля, меньше двух месяцев назад. А еще. Заместителя Белорусского дома в Украине сегодня не пустили в Украину. Все бы ничего, но выглядит Родион Батулин вот так. А не пустила этого слишком мощного для просто оказания помощи релакантам мужчину служба безопасности Украины. Батулину на три года в страну въезд запрещен. Причины под грифом секретно. Может, это уже и не так важно, но предлагаю дослушать то, что говорила о Белорусском доме в Украине Анастасия Хомич Базар. Потом, когда мы завели канал «А кому легко», нам написал админ этого канала, типа, давайте репостить друг друга, мы такие, э-э-э, ну и я напрямую уже ему говорю, что вы знаете, мне не нравится риторика вашего канала, там, типа, вот они сделали варту свету, охранять крест, который поставили напротив посольства, чтобы его не убрали. Ну и Боцман писал в чате, там, типа, хватит здесь на жопах в теплых квартирах, типа, быстро сюда там, типа, все охранять. Ну и такая риторика очень агрессивная. Вот, ну и метод админ канала, ну, они сейчас сами, мне кажется, открещиваются от Боцмана, он скинул мне пост, где они писали о том, что, типа, варта света – это не их, типа, проект, и так далее, и так далее. Ну и он мне сам написал, типа, сейчас не время делить на правых и левых, типа, мы все должны сейчас быть заодно, и как-то, ну, у меня с ним лично коммуникация более-менее наладилась с админом Белорусского дома. Но, если краткий итог, то неоднозначная организация из-за присутствия в ней Боцмана. И многие с ней не хотят бояться либо открещиваются, сотрудничать. Вот. Мы уже много раз говорили, что в Украине проблемы с криминалом. Вот сегодня в здание правительства ворвался мужчина с гранатой. Заходи, б***ь, я его сейчас отпущу. Заходи, б***ь. Ты стой здесь. Иди сюда, убивайте людей, словно. Убивайте, б***ь, людей. Как вы заебали уже все. Еще раз. В здание правительства ворвался мужчина с гранатой. Оружие из зоны конфликта и после конфликта течет по Украине рекой. А ручейки пытаются вылиться и к нам. Виталий Шишов умер. И всем выгодно попытаться повесить это на Минск, пока с нами напряженные отношения у Европы. Евросоюзу и их СМИ выгодна политизация этой смерти. Нашим беглым и радикалам внутри нужна сакральная жертва, особенно перед годовщиной выборов, чтобы она стала триггером новых протестов. Кому-то, зачем-то нужна и политизация этого дела в Украине. Кому? Мы верим, что их полиция разберется. Но еще раз. Шишов для белорусской власти был никем. И кажется, парень просто оказался не в том месте и не с теми людьми рядом. И там, где криминал и большие деньги. Спросите у самих украинцев, и они вам подтвердят. Очень многие денежные направления у нашей южной соседки крышуются право-радикалами. А вокруг них и вам это тоже подтвердят простые украинцы уже годами. И убийства, и странные суициды. Никакой политики в смерти Шишова не было. Она началась потом. Меня зовут Игорь Тур, и я дополнил тему. Редактор субтитров А.Семкин